Угрозы и выживание конкурентов Люди идут, спрашивают, вот даже приезжие приезжают, говорят, здесь можно купить кожу или шубы, они говорят, рынок на реставрации, он закрыт Нежелание идти на компромисс с властью И мы пришли к такому выводу, что здесь рынку быть Откаты и благотворительность Местовые мы платим отдельно А кому? У нас общество, все это идет на благотворительность Так работают предприниматели на улице Козлова в Симферополе Торговать тут начали с первой половины лихих 90-х Но законные основания появились только в 2000 году Место было выделено Симферопольским горсоветом под временный коммунальный рынок По документам он просуществовал два года Но люди, занявшие себе места и набившие клиентуру, продолжали стоять у своих уже незаконных прилавков Просто приплачивая тем, кто обеспечит им надежную крышу На период развала Советского Союза, на период формирования так называемой элиты В городе крымской элиты Все сходилось к тому, где бы занять лучшие торговые места Вот так и получилось со всеми рынками, которые по профилю своей деятельности Они же у нас были ориентированы в большей части на продуктовые Если взять рынок центральный, если взять рынок куйбышевский Они были продуктовыми рынками в границах тех рынков по заборам, которые они существовали Вот в 90-е годы лихие, так скажем, они обозначили другую направленность этих рынков Они стали вещевыми То есть и процесс регулировался, скажу так, несколькими людьми Все их прекрасно мы знаем Озвучивать я их не буду Здесь надо вспомнить и генеральный план города Его последняя версия от 1993 года является основным документом В градостроительной деятельности Симферополя до сих пор Раньше минимум раз в пятилетку возникал вопрос о необходимости внесения в него изменений В последний раз сделали это в начале 2000-х В частности, тогдашние руководители города решили серьезно взяться за так называемые Объекты предпринимательской деятельности, прописав ряд требований к ним Так вот, в этом документе, о существовании которого продавцы Скозлова сейчас не очень-то любят вспоминать Черным по белому написано Нельзя размещать торговые конструкции в целом ряде случаев В том числе и на пересечениях улиц, проездах в опасной близости от проезжей части По документам улицы Скозлова это именно улица Ни рынок, ни стадион, ни парк В ходе подготовки видеоматериала наша съемочная группа просмотрела сотни различных карт Симферополя Причем в разные годы Ни на одной из них нет такого объекта, как рынок Он и начинал-то свою работу как мелкая торговая точка, которая очень быстро переросла в один большой и беспорядочный крымский аналог Шанхая Сначала появились выносные металлические прилавки, с годами рынок модернизировался и оброс ролетами А сами предприниматели теперь придумали весьма оригинальную формулировку Оказывается, теперь эта территория – торгово-пешеходная зона Если бы это была дорога, она бы 15 лет не была бы, будем говорить, она бы служила дорогой Если она себя исчерпала в роли дороги и уже 17 лет служит торгово-пешеходной зоной Значит, это торгово-пешеходная зона, так решил народ И для этого есть все основания Народ решил? Да, народ решил Люди, которые здесь работают, решил? Правильно, люди, которые здесь, это тоже есть народ По предварительным данным на Козлова работают 400 человек Каждый утверждает все документы в норме Налоговое отчисление тоже Вообще, эти торговые ряды живут своей жизнью, по своим правилам и законам В этом районе Симферополя есть несколько рынков Центральный, Таврия, Пальмира, Сан-Марина Есть и торговые комплексы Там все по закону Аренда места, отчисления в бюджет и пенсионный фонд У каждого из рынков есть свои определенные границы, охрана территории А вот улица Козлова в эту правовую систему, ну никак не вписывается И люди, торгующие здесь, это прекрасно понимают Официально никакому Как у нас раньше рынок сделали, там автостол был Потом это все убрали И потом суды были Ну вот это продолжается уже много лет, еще при Украине Суды мы выиграли Но госполком ничего так не узаконил, не сделал И это в Россию перешло, эта проблема так вот продолжается Ну по документам здесь дорога, это проезжая часть Ну если бы они предоставили нормальное место, кто бы не пришел Все понимают прекрасно, что нужно что-то делать, что нужно улучшать вид города Но это нужно так делать, чтобы людям не было плохо от этого А людей никто и не собирался выбрасывать на улицу и лишать права заработать свою копейку Власть всех уровней держит проблему с предпринимателями с улицы Козлова на особом контроле Им готовы предоставить любые свободные места на центральном рынке или в ангарах Но только на законных основаниях Такой вариант людей не устраивает Аргументы железные В ангаре в Большом, в Таврии мы сейчас ходили, смотрели Очень много пустых бутиков, 3000 в месяц аренда Зачем нам туда идти, откуда люди ушли? Вот мы почему должны занять то, откуда люди ушли? Значит там нет, не то что торговлю, там вообще никакого движения нет Почему мы должны занимать то, что людям не надо? Как вы можете объяснить эту ситуацию? Вы должны стоять на дороге Это не дорога Но где по документам что-то рынок? Как называется? Рынок, это был рынок, рынок был коммунальный Был Вот, а почему он не может, и он продолжает 17 лет работать? Но он же работает неофициально Ну почему, потому что только кто-то его не признает Такое сопротивление объяснимо Предприниматели с Козлова оформили патенты на 2000 рублей в год В том же ангаре за аренду точки платят 3, но в месяц Поэтому переходить с Козлова на легальный рынок людям попросту невыгодно Тогда годовая сумма аренды будет минимум 36 тысяч Разница весомая, а полный карман все же греет душу больше, чем пустой Скандал вокруг нелегального рынка с каждым днем набирает обороты Беспордонность торговцев с Козлова возмущает их коллег по цеху с других рынков К примеру, семья Ваниных держит точку на рынке Таврия За 5 квадратных метров каждый месяц они выкладывают по 3000 рублей Если закон, то он закон один для всех Не для избранных или как-то, если что Или давайте мы будем избранными Почему тогда с нас все требуют, а с них ничего не требуют? Они никому ничего не должны При этом, говорят предприниматели в ангарах Люди с Козлова не только перехватывают потенциальных клиентов Но и создают нездоровую конкуренцию Входное место, да Они вот говорят, например, люди идут, спрашивают Вот даже приезжие приезжают Говорят, здесь можно купить там кожу или там шубы Они говорят, рынок на реставрации, он закрыт И у нас вот прекрасные есть магазины там турецкие Где продаются шубы в центре города и все остальное Там все закрыто Да дело даже и не в конкуренции Рынок на Козлова несет угрозу для всех соседствующих с ним павильонов Например, к той же Таврии не доберется ни одна спецтехника В случае возгорания пожарные здесь просто не развернутся Палатки стоят на гидрантах и объектах инфраструктуры Получается, одни торгуют, другие терпят убытки В 2006 году у нас сгорел маленький ангар Пожарные машины не могли сюда подобраться Потому что они стоят на гидрантах То есть доступа к воды не было Люди пострадали, все сгорело Теперь они кричат, они нас, во-первых, оскорбляют Потому что мы для них теперь враги Да почему? Ну, потому что вот мы против них Они ни за что не платят Закон должен быть для всех один Пришла Российская Федерация Все Вы вывесили флаг Вот на Козлова, если вы пойдете, посмотрите Вот висит российский флаг Значит, вы за Россию Значит, законы тоже соблюдаете Тем более для этого не нужны какие-то сверхусилия Давайте разберемся На сегодняшний день для того, чтобы получить место на рынке И работать там официально Надо по большому счету Три документа Это, конечно же, паспорт гражданина Российской Федерации Регистрационное свидетельство из налоговой Подтверждающее, что вы индивидуальный предприниматель И последний пункт Договор с администрацией рынка Благодаря такой нехитрой формуле Предпринимательской деятельностью На соседнем центральном рынке Занимаются сотни людей Здесь все четко 2600 торговых мест и официальное оформление Директор рынка показывает все разрешительные документы Договор аренды земельного участка Свидетельство Федеральной налоговой службы Положение о симферопольском филиале «Центральный» Есть и схема самого земельного участка На всех бумагах мокрые печати Поэтому законность работы этого рынка Сомнений не вызывает Ни у власти, ни у тех, кто на этом рынке работает За свою точку каждый предприниматель спокоен За первый квартал заплатили уже все налоги То есть и в пенсионный, и медицинскую страховку, и патентно Вот все оплатили Сейчас очень строго с этим почему Даже если кто-то пытается увильнуть У нас, по крайней мере, на центральном рынке не увильнут Потому что, чтобы продлить договор на следующий месяц Надо обязательно предоставить новые документы Где-то 4000 Электричество отдельно Где-то 4000 мы платим То есть местовое, охрана, бронирование На Козлова все по-другому Официальной платы за место здесь нет Зато есть благотворительные взносы Местовые мы платим отдельно А кому? У нас общество, но эти наши местовые Город не захотел брать У нас все это идет на благотворительность У наших все есть чеки, все проверяла И прокуратура уже не раз Ну а сколько вы на эту благотворительность Ежемесячно перечисляете, допустим Местовые, вот сколько? От квадратуры зависит 600 чем-то, 700 чем-то Ну у кого какой там Маленький бутик, побольше бутик А сколько вы конкретно? Не в месяц, мы по неделям платим Ну вы сколько конкретно Вот от себя У нас же платится еще за вывоз мусора У нас не только же, мы же платим Еще за вывоз мусора Вы расскажите, сколько вы платите И за что? И кому? Да Я же говорю, у нас союз Что это за союз, какой благотворитель им руководит И на что и куда уходят взносы торговцев Предприниматели не уточняют А сумма с каждого, если верить словам Елены Получается внушительная Около 4 тысяч в месяц Плюс 2 за патент Получается работать легально даже дешевле Но люди упорно не хотят покидать насиженные места Хотя свободных предостаточно И в большом ангаре, и на центральном рынке На сегодня мы выдали 25 до 30 практически И можем принять, в общем, в общей сложности 100 мест Можем и предоставить Предоставляем и предоставим еще Принимаем заявления с улицы Козлова Мы, в принципе, под них рассчитываем Честь территорию Не ущемляя наших Потому что понимаем, что должны как-то потесниться в хорошем плане Под это дело уже начали расчищать площадку Сначала предприниматели с центрального рынка Отнеслись к проблеме коллег с улицы Козлова с пониманием Но некоторым пришлось вывести свой товар И лишиться заработка Сначала было жалко людей Потому что остаются без работы Понимаете? Я все прекрасно понимаю Но извините, идти по трупам Вы извините, это уже просто кощунство Это то же самое, что я приду к ним домой И начну строить свои правила И говорить, что у нее ванна не там стоит Я хочу, чтобы она стояла вон там И мне нужен ее диван Я буду спать на твоем диване Это идентично Не платят налоги И за счет тех, кто работает 18 лет Старает устроить свое благополучие Я считаю, что это неправильно Это вы про кого говорите сейчас? Про рынок Козлова Я считаю, что у человека, если есть три бутика То за четвертый биться не надо Тут там много таких, у которых есть бутики И не на одном рынке Так что уж так сильно прибедняться-то не нужно Будущим соседям предприниматели центрального рынка Не очень-то и рады Они уверены, традиции 90-х в российские реалии переносить не стоит Мы можем показать документы Почему они не скрывают этого человека, кому они платят? Почему они не показывают, кому они платят? Мы платим администрации Козлова негде работать Ну как это так? А нам теперь где? Есть работать? Получается, мы сегодня товар вывезли И сейчас мы будем стоять сколько? Пять дней, неделю без работы То есть там бунт и вы будете бунтовать? Конечно будем А почему бы и нет? Они пострадавшие, а мы нет, да, получается? Они лучше нас, что ли? Мы с вами тут Или маломуше с вами? Молодцы Они лучше нас вообще Хорошо Они все же привыкли, чтобы там воевать и жалобу писать А мне не писать никому еще Зато написали предприниматели соседней Таврии Они обратились в прокуратуру республики с просьбой проверить законность размещения торговцев на Козлова И обратить внимание на их финансовые манипуляции На это деньги, они имеют там по два, по три бутика на Козлова Они их сдают от 15 до 25 тысяч рублей в месяц То есть они и сами стоят, торгуют и сдают людям То есть это как однокомнатная, двукомнатная квартира И они кричат при этом, что они малоимущие Что мы их вот унижаем и все остальное Откуда такие данные, что они сдают вот эти места? Ну потому что мы сдаем На некоторых прилавках есть не только объявления о сдаче в аренду Но и о продаже Правда без уточнения, на каком из рынков Здравствуйте, я по объявлению по поводу продажи бутика Уже не продается, извините То ли точку уже перепродали от греха подальше То ли наоборот не рискнули провести сделку Пока скандал вокруг Козлова не утихнет Да и сами торговцы регулярно подливают масло в огонь Увидев съемочную группу Первого Крымского Некоторые предприниматели с Козлова переместились на Таврию И тут началось самое интересное У каждого здесь своя правда И очень разные условия труда Почему вы оформили патент на петрушку? Все! На какую петрушку? Вот две тысячи патент Это выносная торговля, в которой люди стоят, торгуют этими продуктами Мелкие, не то что того, петрушка, укроп Вот это две тысячи Все остальное идет Две тысячи в год? Да, в год они платят Потом так все и делают Потому что нам так объяснили У некоторых предпринимателей с Козлова есть патенты Две тысячи рублей в год с одного человека Все остальное мимо кассы В чей-то карман У нас сто процентов платят налоги Сто, даже не девяносто восемь У вас пятьдесят один человек Из четырехсот это мне дали сведения в налоговой Пятьдесят один человек По официальным данным настоящих индивидуальных предпринимателей на Козлова 360 человек Предположим, что патент на две тысячи есть у каждого из них Получается, городской бюджет пополняется на семьсот двадцать тысяч в год А если верить данным налоговой, на которые ссылаются предприниматели с рынка Таврия Такой патент имеет лишь пятьдесят один предприниматель Значит и сумма официальных поступлений резко сокращается С семьсот двадцати тысяч до ста двух То есть в семь раз меньше И это в год А центральный рынок, который работает по законам Российской Федерации Ежемесячно пополняет Симферопольскую казну на восемьсот восемьдесят тысяч рублей Рассказали в дирекции рынка НДС – триста пятьдесят тысяч Отчисления в пенсионный фонд – четыреста пятьдесят И восемьдесят тысяч составляет налог с дохода физических лиц То есть в год десять с половиной миллионов рублей За больше чем месяц попыток наладить диалог с предпринимателями Терпение властей закончилось После опубликования данных о свободных местах на рынках города У торговцев Козлова есть две недели, чтобы покинуть свои точки и начать работать легально Сколько веревочки не виться, а конец будет На мой взгляд, нужно это решать кардинально, где-то радикально Ну, все, что возможно со своей стороны, на мой взгляд, власть предложила Альтернативные площадки никто никому не выбрасывает на улицу Другое дело, что если люди не пойдут на встречу, но все-таки нам необходим порядок Я думаю, что основное количество симферопольцев, жителей города поддержат абсолютно эту инициативу Им дается срок две недели для того, чтобы они вывезли свои материальные ценности В случае не вывоза, то все материальные ценности будут перемещены на склады временного хранения и демонтированы Несмотря на официальную позицию властей навести порядок, торговцы с Козлова уходить не планируют Но свою правоту доказать не могут Документы, подтверждающие законность их торговли, показывают только издалека Да и то чужие Я не ношу документы, тем более решения, я не ношу самоуставные документы Вы понимаете, что это... Ну патент у вас есть с собой наверняка? Есть Можно патент посмотреть? Да, конечно У вас несколько патентов? Нет, это как другие документы Это пенсионный фонд, это уведомления о взятии Здесь полный пакет документов Проплаты, квитанции Это проплаты Проплаты какие? Пенсионный фонд Вы знаете, мы только что собирали документы для того, чтобы показывать в налоговой То есть не в налоговой, а это Мы вот собрали все ксерокопии Сейчас у меня с собой на точке ее нет Ну это я вам готова ее предоставить Ну покажите патент Ну я же вам говорю, что патент и свидетельство о регистрации я сдала для подтверждения того, что у нас люди стоят за документами Так вы же только что сказали, что у вас все на месте Ну вот на месте я не оказалась на месте Давайте свидетельство посмотрим Я вам говорю, что нету, сдали Это другое свидетельство В смысле другое? Ну другого члена нашего организации У вас это интересует? Или у вас просто несколько точек? У меня не несколько точек, у меня одна точка Сколько точек у каждого из предпринимателей на Козлова будет проверять специальная комиссия? Тем, у кого по одной, места на других рынках будут предоставляться в первую очередь При этом глава республики Сергей Аксенов лично попросил к торговцам с Козлова на новом месте отнестись лояльно А вот от предпринимателей с Козлова лояльности ждать не приходится Они продолжают гнуть свою линию Вот это городская земля, вот город говорит, что на моей земле этого не будет Мы не будем сейчас дискутировать на эту тему Мы дискутировали и достаточно долго на это И мы пришли к такому выводу, что здесь рынку быть Украинский принцип «я торгую где хочу» работать не будет Сейчас городские и республиканские власти разрабатывают проект реконструкции улицы Козлова Скорее всего она станет пешеходной с зонами отдыха На первый видимый невооруженным взглядом результат власти надеются уже до конца этого года Субтитры создавал DimaTorzok